Уважаемые сопредседатели, уважаемые коллеги, в общем-то, это будет банально сказать, что вся история хирургии связана с борьбой с инфекцией. И, в общем-то, современная хирургия испытала две точки рождения. Первая, когда стало можно не торопиться и появилась анестезия. И второе, когда появились эффективные средства по борьбе с инфекцией. Что же такое инфекционное осложнение в области хирургического вмешательства? Это такое собирательное понятие, которое используется во всех областях хирургии, в том числе и в колоректальной хирургии. И определение звучит так о том, что это инфекция хирургического разреза органа или полости, возникающая в течение первых 30 дней после операционного периода. Частота ее возникновения колеблется, несмотря на все успехи антибактериальной терапии, достигая 26%. Она увеличивает послеоперационный колькодень, она увеличивает расходы на лечение пациента более чем в три раза. Ну и, наконец, как это не покажется странным, но если у пациента развивается такое осложнение, это отрицательно отражается и на его онкологическом результате, снижая пятилетнюю общую выживаемость на 18%. Я напомню классификацию инфекции в области хирургического вмешательства. Существует поверхностная инфекция, но, как представлено чаще всего в нашей практике, в ректальных хирургах мы сталкиваемся с этим осложнением после закрытия илевой трансвер за столом, когда имеется поверхностное воспаление, и хирург вынужден снять шов для того, чтобы улучшить отток из раны. Если этот шов разойдется самостоятельно, спонтанно раскроется рано, то это уже будет не поверхностное, а глубокое. Ну и вот, как пример, по счастью, это достаточно редкое в наше время осложнение, хотя хирурги старшего поколения мне рассказывали о том, что это было просто катастрофой. Отделения купались в гное из-за развития флегмон и абсцессов в области выведенной колостомы. Увы, такие осложнения случаются и сейчас. И вот пример одного из осложнений из нашей практики. Это, собственно, простая операция формирования трансвер застомы, которая осложнилась глубокой инфекцией с развитием некротизирующего фасциита. И это жизнеугрожающая ситуация. Можно потерять больного в силу вирулентности флора и быстрого развития осложнений. Ну и, наконец, самое неприятное то, с чем сталкивались все, это органно-пространственные осложнения. В частности, в нашей практике, конечно же, это несостоятельности межкишечных анастомозов, которые приводят к крайне неприятным последствиям для пациента. Профилактика инфекции в области хирургического вмешательства, ну, моя задача несколько упрощена, поскольку предыдущий докладчик очень много рассказал, и, в общем-то, это перекликается с тем протоколом ускоренного выздоровления. Значит, предоперационная профилактика заключается в зонировании в операционной, в отказе больного от курения, даже если он не будет курить две недели до операции, это лучше, чем если он придет к вам, выкурив сигарету, утром перед операцией. Нужно обязательно информировать об этом пациента и настаивать на том, чтобы он прекратил курить. Это нутритивная поддержка, это удаление волос в зоне оперативного вмешательства, именно удаление, а не бритье. Все об этом знают, но продолжают брить. Как альтернатива использованию эпиляторов, может использоваться, но сможет быть связано с аллергическими реакциями кожными. Это предоперационный душ, это предоперационная подготовка кишечника. Здесь, вы видите, я поставил плюс-минус, я подробнее остановлюсь об этом далее. Поскольку, все вы знаете, есть масса работ, которые говорят о том, что не надо готовить толстую кишку к плановым операциям, что это даже связано с ухудшением результатов. С другой стороны, есть работы, которые говорят о совершенно ином. Это деколонизация носительства Staphylococcus aureus. Не столь актуальна для нас, колоректальных хирургов, скорее для таракальных хирургов, но, тем не менее, помнить об этом нужно. Переоперационная профилактика. Это подготовка операционного поля. Спиртовой расторг логики седина является препаратом выбора. Он лучше, чем йод-повидон. Это операционное белье. Это разрезаемые хирургические пленки. Здесь, вы видите, я поставил плюс-минус. Мы вот у себя широко используем пленки, а вот всегда полезно, когда готовишься к докладу и прокопаешься в литературе, оказывается, что инцизионные пленки обычные. Они не снижают частоту инфекции в области хирургического вмешательства. Более того, даже есть данные о том, что могут увеличить. А вот снижают, если они йод-содержащие. То есть, если вы используете инцизионные пленки, то лучше йод-содержащие пленки. А это непреднамеренная гипотермия. Больной, и мы часто с этим сталкиваемся, вроде бы планируется небольшая операция. Операция затянулась, есть кровопотеря, больной охлажденный. Дальше его начинают разогревать в палате. Это неправильно. Нужно не разогревать больного, нужно не допустить его охлаждения в операционной. Поддержание нормавалимии, о чем сегодня уже говорилось, переоперационная оксигенация. Это ламинарные потоки, я не ошибся, поставив знак минус. Для меня это тоже было в некоторой степени удивление. Я-то думал, что они для этого и придуманы. На самом деле, они ничуть не уменьшают частоту инфекции в области хирургического вмешательства. Более того, они имеют отрицательный момент из-за того, что они, по сути дела, это сквозняки, и они еще больше охлаждают воздух в операционной, охлаждают больного. Промывание хирургических ран. Плюс-минус стоит. Не надо промывать с раствором, это не помогает. Промывать надо раствором йодсодержащим. Шовный материал с антибикробным покрытием. Применение повязок. Переверационная антибиотика-профилактика, о которой я поговорю более подробно. Хорошо. Ну, надо не забывать о том, что мы должны обрабатывать руки, применять перчатки. Вот здесь все, большинство хирургов. Поднимите, пожалуйста, руку, кто рутинно меняет перчатки после завершения грязного этапа операции. А кто этого не делает? Двое. Остальные не хирурги или стесняются? Вот, на самом деле, прав Адман Николаевич, вот, никак это не влияет на чистоту инфекции в области хирургического вмешательства. Но мы все это делаем, и я это делаю, когда мне все сестры предлагают. Я охотно это делаю, я меняю перчатки, особенно при закрытии раствором, потому что, ну, обрабатывать руки после того, как вы несколько раз слазили в просвет кишки, мне кажется, что это должно улучшать, хотя практика показывает, что никак не улучшает. Послеоперационная профилактика. Это антибиотика-профилактика при наличии дренажей поставлен в знак минус. Даже если вы закончили операцию с дренажом, а сейчас в эпоху фаст-тракт мы стремимся не устанавливать дренажи, и мы почти отказались от этого в отношении операции на толстой кишке, но по-прежнему ставим дренажи при операциях на прямой кишке. Даже если у вас стоит дренаж, не нужно дальше продолжать антибиотикотерапию, нужно остановиться на том, что вы сделали интероперационно. Но, с другой стороны, нужно стремиться к тому, чтобы брать дренажи как можно раньше. Это положительно сказывается на результатах. Применение системы отрицательного давления для введения послеоперационных ран, если рана контаминированная, имеет смысл поставить эту систему, не дожидаясь, когда возникнет нагноение. Дезинфекция поверхности, и речь идет о мытье операционных, обработка изделий и инструментов соответствующая. Ну и вот, чтобы вы не думали, что мета-анализ это что-то такое современное, на самом деле вот этот обзор, который был опубликован в 1981 году, по сути дела это тоже мета-анализ. И здесь вы видите 36 исследований, касающихся антибиотикопрофилактики против плацебо, либо натрий хлорид в раствор, либо йод повидон, либо вообще ничего. Использовалось как пероральная, парентеральная, даже локальная антибиотикотерапия. Может быть помните, были такие времена, когда засыпали экономицин, брюшную полость. И сейчас есть салфетки, которые укладывают в раны, условно-контаминированные. И вот что интересно, если посмотреть, особенно на ранние работы, 65-й, 68-й год, 75-й год, здесь есть три работы, в которых контроль был лучше, чем антибиотикопрофилактика. Почему так получилось, сложно сказать. Но с течением времени стало понятно, что антибиотикопрофилактика, она просто кардинальным образом меняет частоту инфекции, снижая ее больше, чем в два раза. И это сказывается и на летальности. В общем-то, на этом можно было бы и закончить. Понятно, что антибиотикотерапия нужна, в колоректальной хирургии в особенности нужна. Кстати, вывод автора здесь делают такой, что нет, исследование можно и продолжать, но не нужно сравнивать с пустышкой, с плацебо, нужно сравнивать с каким-то уже установленным режимом лечения. Что мы имеем в 2018 году? Вот такие рекомендации. Доза, значит, при антибиотикопрофилактике должна соответствовать раздорово-терапевтической. Рекомендовано коррегировать ее на массу тела пациента. Внутривенное введение – это вариант выбора. Быстро достигается концентрация. За 30-60 минут до начала. Не во время разреза, а на этапе при медикации или лучше до того, как подадут больного. Это доказанный факт, что именно в эти сроки нужно проводить, а не во время кожного разреза. Рекомендуется дополнительно интероперационно ввести вторую дозу, если время операции затянулось, и оно превышает 2 времени полувыведения антибиотика, или, я просто из экономии места, или есть массивная кровопотеря. И, в общем-то, в большинстве случаев должно быть однократное применение антибиотика, которое нужно отменить не позднее, чем через 24 часа, независимо от того, дренируете вы, не дренируете вы, вы должны закончить. С удивлением, как ответственный секретарь журнала, я получаю периодические статьи, где пишут, мы перешли к антибиотикопрофилактике. Раньше мы делали антибиотики 5 дней, теперь делаем 3 дня. Нет, это не антибиотикопрофилактика, это тоже антибиотикотерапия коротким курсом. Антибиотикопрофилактика должна быть завершена в течение суток. Если вы решили ее продолжать, то это уже антибиотикотерапия. Что касается нашей специальности, мы все оперируем экстренно и планово на органах брюшной полости и малого таза. Там есть несколько градаций, вот наша градация подходит под это. Защищенный пеницилен с клавулановой кислотой, цифазолин плюс метрогил, цифороксин плюс метронидозол, три варианта, которые наиболее рекомендованы для применения в нашей специальности. Вторхиналоны тоже могут применяться, с оговоркой, что их надо еще несколько раньше, за час вводить внутривенно до операции. Механическая подготовка. Вот рекомендации, клинические рекомендации 2018 года о профилактике инфекции в области хирургического вмешательства. Не рекомендуется рутинная сила рекомендации, один уровень достоверности доказательств С. И там же, на той же странице, следующий абзац. Рекомендуется сочетание механической подготовки, но в комбинации с пероральным назначением антибиотика при операции на толстой кишке. Есть какое-то противоречие. И, собственно, мы понимаем, что тут идет речь о внутривенной антибиотикопрофилактике и пероральной. Ну и вот вчера Алексей Михайлович призывал самим создавать новости, но мы так решили последовать его совету, не опираться на чужие статьи, а сделать, ну, по крайней мере, вот этот метанализ. Это наш собственный метанализ, который был опубликован. Вы видите, что нам удалось отобрать 15 статей. Это статьи после 1982 года. Большинство из них это 2000-е годы, которые вошли в наш метанализ. И, как показал наш метанализ, здесь сравнивалась внутривенная и комбинация внутривенной и пероральной антибиотикопрофилактики в 10 исследованиях, и в 5 исследованиях сравнивалась внутривенная и пероральная. И, как оказалось, внутривенная антибиотикопрофилактика имеет преимущество по сравнению с пероральной антибиотикопрофилактикой как в отношении снижения частоты общей инфекции в области хирургического вмешательства, так и в отношении частоты поверхностной. Но, в общем-то, частота глубоких органопространственных одинаковая. И тот, и другой метод связаны с одинаковой частотой. Что же касается частоты несостоятельности анастомоза, мы отдельно проанализировали это осложнение. Здесь, опять-таки, были получены одинаковые результаты. А вот когда сравнивается комбинация пероральной и внутривенной с внутривенной, то здесь, в общем-то, не было получено различий в общей частоте и в частоте поверхностных. И, в общем-то, не было получено различий в частоте органопространственных осложнений тоже. И в частоте несостоятельности анастомоза тоже. Здесь как раз-таки было получено различие в пользу комбинации пероральной и внутривенной антибиотикопрофилактики. Собственно, то, что вы и прочитали, я вам показал в этих рекомендациях, о том, что это способствует снижению частоты инфекции в области хирургического вмешательства. Но если мы посмотрим на оценку этих работ с точки зрения систематических ошибок, то здесь все не так благостно. Систематическая ошибка, я поясню, что это такое, если вы, например, занимаетесь стрельбой, если у вас сбит прицел, то вы будете очень хорошо целиться, но у вас будет смещен кучность выстрелов, будет в другом месте. Существует много различных систематических ошибок, или как это называется, bias. Наиболее известное это selection bias. Собственно, все рандомизированные исследования направлены на то, чтобы убрать эту ошибку отбора, потому что мы волей или невольно подбираем лучших больных для наших операций и так далее. Вот рандомизированные исследования направлены на то, чтобы убрать эту систематическую ошибку отбора. Как пример, все знаете истории о том, что дельфины толкают людей к берегу, но мы не знаем истории тех, кого они толкали от берега. Может быть, были и такие, которые никогда об этом не рассказали. Вот это как раз систематическая ошибка отбора. Например, есть систематическая ошибка публикации. Человеку свойственно, все здесь, очень многие защищали диссертации, и я почти уверен, что если у каждого открыть диссертацию, там будет написано улучшить результаты, улучшить. Никто не написал ухудшить. Никто не написал, что дайте мы проверим, как они. И все улучшают. То же самое происходит, весь мир одинаково. Все публикуют результаты хорошие. Но мало результатов, где они пишут, да нет, все плохо. Или, да нет, никакой разницы. Вот норвежцы, например, у меня вызывают уважение. Я, например, не в восторге от трансональной мезоректомоктомии. Это действительно очень сложная операция. И там очень много подводных камней. Но вот нашлась страна, которой честно написали о том, что результаты никуда не годятся. И здесь вы видите, что очень много красного. Здесь очень много этих самых системных ошибок, систематических ошибок. И при сравнении внутривенной, пероральной. Ну и в связи с этим мы, естественно, решили наши две копейки в копилку, так сказать, мировых знаний тоже внести. Запустили собственное исследование, которое мы зарегистрировали. И оно вот в этом году было закончено. Первичная точка была частота развития как раз-таки инфекционных осложнений. Резекция или экстерпация прямой кишки мы сузили в группу, чтобы сделать ее более гомогенной. Здесь нет операции на ободочной кишке. Здесь только прямая кишка. Где подготовка нужна, я в этом убежден, при операциях на прямой кишке лучше готовить кишку. Особенно если вы будете отключать стомой, то все, что вы не подготовили, останется в кишке. И даже несмотря на стому, у вас может случиться клинически значимая несостоятельность с анастомозом. Не стану останавливаться на критериях исключения. Включено в исследование было 150 пациентов. Они были рандомизированы на основную группу контрольную. В основной они получали эритромицинный метронидозол вместе с механической подготовкой. А потом переоперационную антибиотикопрофилактику внутривенной. В контрольной была рутинная внутривенная антибиотикопрофилактика. Было исключено 15 пациентов в основной группе. Это было связано с тем, что хирург принял решение не останавливаться на терапии. Продолжить терапию в силу разных причин. Контоминация, перифокальное воспаление вокруг опухоли и так далее. То есть этих больных не вели как антибиотикопрофилактику, а вели как антибиотикотерапию. Ну и по той же причине 17 пациентов было из контрольной группы. В одном наблюдении потребовалась симультанная резекция печени. Этот больной также был исключен. То есть анализ проводился перпротокол, не интент-то-трит. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, степени анестезиологического риска, уровню гемоглобина, белка, лейкоцитов, наличие в анамнезе операций, химио-лучевой терапии. По стадиям были сопоставимы. Подавляющее большинство были прооперированы по поводу рака прямой кишки. Примерно половина операций были выполнены лапароскопически. Объем вы здесь видите представлен. Также никаких различий не было. То есть заключение такое, что в общем у нас получилось хорошо сбалансированное исследование. Здесь вы видите те виды стом, которые были сформированы. Одноствольная при экстерпуации операции Гартмана. И в общем-то, что самое интересное у нас получилось, у нас получилось, что вот добавление пероральной антибактериальной профилактики, оно снижает, значимо снижает частоту общую инфекции хирургического вмешательства 3,5% против 22. Но что самое главное, она снижает частоту клинически значимой несостоятельности анастомоза. И здесь она снижает ее практически в 3 раза, хотя это недостоверно, но она все равно снижает. Пускай она не достигла статистической разницы, но снижение есть. Тем более, что если в целом оценивать органопространственные, потому что, например, были скопления жидкости инфицированные после экстерпации и так далее, то здесь эти различия носят достоверный характер. Ну и вот относительно тяжести по клавьян-диндо, все вы ее знаете, здесь в отношении второй степени были получены также достоверные различия. Как такая вишенка на торте, мы брали у всех больных с помощью мазка бактериологию в конце операции. Видите, что, в общем-то, у 2-3-й-то есть рост, независимо от того, лапароскопически или закрыто выполняется. То есть операции наши, они контаминированные, вот чего там говорить. И рок-анализ, который мы провели, показал, что cut-of-point, точка отсечки, это больше 10 четвертой колонии образующих единиц. Собственно, вот так вот выглядят и зависимые факторы. Их всего два. Это пероральная антибиотика-профилактика, которая снижает частоту развития инфекции в области хирургического вмешательства. И обсемененность брюшной полости больше 10 четвертой, которая, наоборот, увеличивает. Что позволило сделать нам вот такое заключение о том, что это очень полезная вещь. И, собственно, сейчас мы в рутинной практике у себя ее и используем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Геннадьевич. Вопросы, да, пожалуйста. Спасибо за антибиотико-профилактика. Последние цифры, 5-20%. Я так правильно понял, да? 20% в той группе, где не проходила антибиотика-профилактика, количество несоветности анастомоза. Цифра 20% очень большая. Это 1,5 всех анастомозов. А цифра 5,8 как раз входит в ту статистику, которая у всех есть. 5,8, 7%. Неужели вы думаете, что только из-за антибиотико-профилактики это случилось? Скорее всего, это нет. Нет, я думаю, что... У меня второй вопрос. Могу задать сразу? Да, пожалуйста. И второй вопрос. Извините, вы ничего не сказали про малую портологию. Если можно, вот ваше именно впечатление, нужна ли антибиотико-профилактика при малой портологии? Что касается первого вопроса, ну, конечно, можно предположить, что здесь имеются другие факторы. Такой анализ не был сделан в рамках этого исследования, хотя это хорошая мысль посмотреть, с чего это связано. Дело в том, что здесь очень многих больных в рамках других исследований выполнялось рентгенологическое исследование рутинное. То есть здесь речь идет не только о клинически значимых несостоятельностях анастомоза, потому что пероральная антибиотико-профилактика, она, на мой взгляд, может отразиться как раз-таки на снижении частоты клинически значимых. То есть когда вы видите, что у пациента имеется температура и так далее, большинство этих пациентов, они были отключены, у них имелась отключающая стома. И поэтому, поскольку была сделана, так скажем, такая предоперационная деконтаминация и снижение количества бактериальной нагрузки в просвете кишки, с этим может быть связано уменьшение частоты проявлений несостоятельности, но не самой несостоятельности как таковой. Если бы в основной группе тоже делать, например, рентгенологические исследования, по всей вероятности мы тоже найдем достаточно более высокую, чем 5%. Наша цифра, вот у нас несколько работ сейчас прошло по несостоятельностям и борьбе с несостоятельностями, и оси-джи, и так далее. В целом она составляет порядка 12%. В общем-то у каждого десятого при низком уректальном анастомозе имеется несостоятельность. Вопрос ее клинического проявления, насколько ярко это проявляется, это была сделана стома, не было, и в том числе верулентности флоры. А что касается малой проктологии, вопрос человека, который всю жизнь занимался раком прямой кишки, она очень разнообразна. Одна ситуация это иссечение трещины, нужна ли здесь антибиотика профилактика, наверное нет. Другое дело, если вы имеете острый парапроктит, и может быть здесь не помешает до того, как вы его вскрываете, ввести больному антибиотику внутривенно и так далее. Но я просто не готов ответить на этот вопрос, насколько она нужна. Если посмотреть эти клинические рекомендации, вот, что касается малых операций, там как раз таки нет данных о том, что антибиотика профилактика эффективна. Просто у вас название доклада по проктологии, поэтому я основываю задать этот вопрос. Это организационный комитет призума, да, я. Это чрезвычайно на эту базу, но дело в том, что когда такое спиртное заключение, в малой проктологии, там есть что-то плохо, а сейчас залы, как известно, по всей стране идут, и мы отвечаем часто на эти залы. То вопрос, нужна листья профилактика профилактика или нет, как правило, рутинно никто не делает эти клинические профилактики. Совершенно верно, потому что здесь... Но если доходит до разбирательства, то ситуация меняет. Просто у нас наши клинические рекомендации на это чуть-чуть, но недостаточно точно, особенно в сфере сегодняшнего такого политического восприятия ситуации с осложнениями в больнице. Сергей Васильевич, я что могу сказать по поводу этого вопроса? Вот эти клинические рекомендации по профилактике инфекции области хирургического вмешательства, они вообще написаны не для коллопрактологии, они написаны для всего. И там есть табличка, которую я просто не приводил, поскольку мы коллопрактологи, лишила коллоректальной большой хирургии, вот мы хотелось поговорить об этом. И наши данные мы именно это сравнивали. Но там есть табличка, где перечислены все варианты операции, вот, и нужна или нет. Нет, если речь идет о точно контаминированных операциях, то там вообще никакой речи не может быть об антибиотикопрофилактике, там надо делать антибиотикотерапию максимально мощную. Поэтому можно посмотреть туда, вот, глянуть, подо что подходят операции относительно общей проктологии, под какую из этих категорий. Хотя вопрос хороший, вот, может быть, это стоило бы внести в рекомендации ассоциации клинической, ассоциации коллопрактологов. Нужна или нет антибиотикопрофилактика при общей проктологической заболевании? Ну, все-таки мероприятие посвящено коллоректальному раку, поэтому здесь больше про онкологический. Конечно, этот вопрос очень актуальный, на многих мероприятиях поднимается этот вопрос, и не раз. Есть еще вопросы? Да. Уважаемый Евгений Евгеньевич, вот, ну, выкользясь сказано, что все было под этой луной. Так вот, в далекие 70-е и 50-е годы мы проводили пероральную антибиотику-профилактику, но тогда было левомецитин и неомецитин. И мы столкнулись с грозным осложнением, псевимиронозным энтероколитом, 100% летальность. Вот, как этот вариант у нас? Бывало, нет? У нас, что касается вот этого конкретного исследования, у нас не было кластридиальных коллитов ни одного зарегистрированного в группе пероральных антибиотиков. В общем-то, на самом деле антибиотика-профилактика, она потому и называется профилактикой, чтобы минимизировать риск развития как раз-таки кластридиальных коллитов и так далее. То есть не убить всю флору, а это происходит, когда длительный прием антибиотиков. На мой взгляд, как раз то, что в течение 24-х закончить часов антибиотикотерапию как раз-таки должно уменьшить. Что касается коллитов, ну левомецитин на самом деле вообще очень токсичный препарат и нигде не рекомендуется. Неомецин, хороший препарат, жалко, что его сейчас нету. Мы вот когда планировали это исследование, мы как раз-таки хотели сделать с неомецитином, но неомецитина сейчас нет перорального вообще, он есть только в виде мази бониоцин. А если смотреть на зарубежные исследования, то они, ну помимо эритромецина и метрогила, которые мы использовали, они использовали также неомецин. И вот одна из последних работ, которая мне попалась, они использовали ванкомецин, один грамм в растворе полиэтиленгликоля, который больной выпивал перед операцией. А ванкомецин он патогенетически должен действовать на кластридию, как раз-таки его и назначают. Поэтому, может быть, кто-то, если кто-то захочет сделать еще одно исследование, попробуйте сделать это с ванкомецином, может быть, это будет даже еще лучше. Нас подкупило то, что препарат копеечный, он стоит копейки эритромецин, а эффект вы видите. Еще вопрос, Данис. Евгений Геннадьевич, скажите, пожалуйста, в каком режиме назначался пероральный антибиотик, и не идет ли это в разрез с рекомендациями анестезиологов, которые не любят, когда пациенты что-либо пероральное перед операцией вообще принимают? 17, 20, 22 часа вместе с приемом полиэтиленгликоля. То есть накануне? Вечером. Не в день операции, прямо вот как классическая антибиотика-профилактика, осуществляемая внутриом? Нет, нет, вечером, конечно, вечером, вместе с механической подготовкой. И второй вопрос, не продумали ли вы в рамках этой работы или нет использование внутрипросветных антибиотиков? Ну, в частности, альфа-нормикса и типа альфа-нормикса. Это очень хороший вопрос. На мой взгляд, как раз таки и надо бы было все-таки найти какой-то... Результат достигнут, как вы видите, но, может быть, он был бы еще лучше, если мы использовали альфа-нормикс или то, что действует в просвете, потому что внутривенно мы и так назначим. А вот о просвете, опять-таки говорю, если кто-то попробует сделать такое же исследование... Как раз это, может быть, имеет смысл в дальнейшем провести хорошее исследование, ответить на этот вопрос.